В эфире «Громатик» это Лабачиня Дунейчин и приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Начинается рубрика под названием «Медиа Майдан». Сегодня в «Медиа Майдан» мы пригласили Олега Котенко. Он, помимо того, что общественный активист, еще и участник группы по организации процессов переговоров по обмене пленными. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а какой конкретно работой вы занимаетесь в этой группе? То есть в чем заключается ваша роль в ней? Ну я немножко начну вообще с предыстории, как появляются военнопленные и почему они появляются, нам всем это известно. Просто с начала АТО у нас появилось очень много военнопленных. Как наши люди попадают, так и боевики ДНРовцы попадают к нам в плен. На каком-то этапе все эти процессы, которые по обмену происходили, как волонтерские. Было очень много групп, которые самостоятельно этим вопросом занимались, без государства, без участия. Буквально месяца полтора назад при службе безопасности Украины был создан центр по обмену военнопленными. Там начали выдавать мандаты на проведение данных мероприятий. То есть тот, кто имеет мандат от государства, тот имеет право заниматься этими всеми вопросами. Такой мандат появился у меня, потому что на каком-то определенном начальном этапе я все-таки занимался этим вопросом, как волонтер. Что представляют себе группы, которые идут на этот риск по обмену? Это силовая группа, это естественно люди, которые находятся при оружии, потому что иногда нам приходится заходить и так называемую линию фронта, потому что все обмены происходят, ну скажем так, на нейтральной стороне. Вы в силовой именно группе, да? Нет, я возглавляю эту группу. То есть мандат выписан на меня лично и группа, которой она подчиняется мне. Есть силовая группа, которая координирует действия, и группа переговорщиков. На первоначальном этапе переговоры вел непосредственно я. Это был очень сложный вопрос, потому что, чтобы вы понимали, это наши враги, они очень нас плохо воспринимают на всех этапах. Но, тем не менее, удалось наладить какие-то определенные контакты. Сейчас там занимаются, у них такие же центры есть, как и у нас по обмену военнопленными. Остается только знать военнопленных с их стороны, военнопленных с нашей стороны. То есть определить там место, количество людей и кто присутствует на всех этих обменах. И тогда просто осуществить этот обмен. Силовая группа, это, конечно, группа поддержки, потому что, идя туда, мы однозначно рискуем. Мы не понимаем, обманывают ли нас люди или нет. Особенно это были на первых сделках. Вот такая вот ситуация. Ну, а могли бы вы сказать, сколько человек уже вы смогли освободить с плена бояков? Да, я вам так хочу сказать. Боюсь ошибаться, но около 50. То есть группы, потому что я работаю даже по одному, по двум человекам. Есть такие же группы, как и моя, но они работают там больше, там, по количеству 20-30 человек, там, 40-50. В принципе, эти сделки готовятся намного дольше. А те вот эти вопросы по освобождению, которые делаю я, для меня и одна человеческая жизнь, это тоже жизнь. И если я хотя бы в день освобождаю одного человека, то есть группа моя, то я считаю, что, в принципе, мы свою работу выполняем. Есть разные обмены. Есть обмены, которые происходят пленные на пленные. Есть, когда боевики просто дают людей матерям. То есть и эту схему мы сейчас вот прокачиваем очень тщательно. Почему? Потому что они у них тоже есть, хорошо ли, плохо ли, но они тоже люди. Вот они реально понимают, что если приехала мать, то, по крайней мере, ей дадут встретиться с сыном. Тот, который находится в плену. Иногда их отдают. То же самое, и это проходит в том числе. Вот. Проблематик очень много. А кто вообще большую инициативу проявляет в обмене пленами? В обмене? Украинская сторона. Конечно, украинская сторона. Потому что я предполагаю, что наших пленных намного больше у них, чем их у нас. Поэтому, однозначно, мы ищем, выискиваем эти выходы на этих полевых командиров, которые, потому что это центральная, скажем так. Интересно знать, как высчитывается вот эта пропорция, когда одного человека на 30, это в зависимости от статуса вообще? От офицерства, скажем так. Если это офицер или какой-то нужный человек, или это вообще военнослужащий Российской Федерации, понятное дело, тогда идет обмен на более большего количества людей. Если это офицер или все-таки это россиянин какой-то. Очень часто сейчас плен попадают к нашим батальонам территориальным, добровольческим. Вопрос может быть циничный, но сколько дают за одного офицера? В обмене. Это договорной процесс. Вот я знаю, в последнее время, когда освобождали человека, его просто отпустили. То есть мы вели переговоры за него в группе, его просто отпустили, просто потому, что они увидели в нем бойца, героя. И он до последнего патрона отстреливался, даже когда его уже брали ДНРовцы, уже понимали, что него могут убить на месте. Он отбивался даже прикладом, его отпустили просто так. То есть они с уважением отнеслись к тому, что все-таки это действительно смелый человек. И они, ну россияне, по крайней мере, я не беру во внимание наших так называемых ополченцев, там намного хуже. А вот тот спецназ российский, они уважают смелых людей. И он там просидел более 30 дней, его отпустили просто так. Он должен был быть освобожден в группе, но его освободили, потому что приехала дочь, его освободили. Вот именно только поэтому. Поэтому говорить о пропорциях очень сложно. Очень сложно, почему? Потому что офицер на офицер меняется. То есть обычно так происходит. Вы начали говорить о проблематиках. С какими трудностями чаще всего сталкиваетесь, общаясь с представителями так называемых ДНР? Они меняют, они очень часто меняют свои условия. Они меняют очень условия, потому что одну операцию, скажем так, будет правильнее назвать операцию, мы не можем провести больше полутора месяца, потому что сделка менялась уже больше 10 раз. То есть мы им уже не доверяем, этим людям, но тем не менее по одному, по два забираем. То есть у них либо деньги они хотят, за чего мы не даем, либо они хотят тех людей, которых у нас уже нет. Потому что вероятнее все они уже где-то убиты. И поэтому сделки все время срываются. Это первая такая проблематика в переговорах. Есть адекватные люди, я говорю, а есть люди неадекватные. Сегодня он утром разговаривает нормально, но завтра на утро все. То есть разговор у нас прекращен, все, я убиваю, расстреливаю и все прочее. Ни о чем разговорах, хотя поводом никто не дает для этого всего. Очень сложно, переговорный процесс это очень сложно. Это прежде всего люди-психологи ведут переговоры. Для того, чтобы они правильно поступили адекватно с нашими военными. А как вообще происходит вот этот процесс передачи, обмена? То есть вы приезжаете как в фильмах, да? Да, это все как в фильмах. Вы не поверите, это действительно как в фильмах. Значит, однозначно сначала состыковываются списки людей. Эти списки идентифицируются. То есть понимание, что они хотят Иванова, а мы ведем Иванова, а не Петрова. После этого мы понимаем, что если мы меняем один на один или 30 на 20 или как-то так, мы обозначаем время. Время и место. Это оно зависит от того, какая оперативная обстановка. Если там идут бои, то очень сложно это сделать. Кстати, к слову скажу, мы попали. Я немножко позже этого вопроса коснусь. После этого, когда мы определили место, мы примерно называем место возле блокпостов. То есть мы отъезжаем от нашего блокпоста на встречу им, они отъезжают на встречу нам. Где-то на нейтральной территории мы останавливаемся, переговорщики выходят на встречу друг с другом, обмениваются списками, проверяют еще раз, все ли так, как оно есть, как договаривались. Выводятся люди с одной стороны, с другой стороны, где-то на нейтральной территории, но их уже сопровождают. Обычно сейчас мы берем ОБСЕ с собой, потому что они хорошо или плохо, или не являются гарантами. Все-таки безопасности и нашей, и пленных, и все прочее. Они фиксируют всю эту передачу. Мы разводим по автобусам и выезжаем. В принципе, вот так. Бывает по-другому, когда нам просто отдают людей. Мы просто приезжаем, забираем и уезжаем. Это намного сложнее, почему я хотел коснуться этого момента. В последний раз мы забирали с подмаринки людей, наша группа попала под обстрел. То есть туда добраться было невозможно. И только лишь по переговорному процессу мы сказали, что мы не сможем забрать людей. Им было все равно, потому что мы им людей не везли. Они нам это просто отдали, потому что они были сильно ранены. Их нужно было забирать очень срочно. Даже под... А бывают ли такие примеры, когда вы договаривались об одном и уже едете к месту назначения, приезжаете, а там все изменилось и, допустим, вообще не отдают, либо же другое количество? Да, тогда сделка затягивается. Почему мы все сделки пытаемся делать где-то с 10 до 11? Потому что если что-то затянется, тогда мы имеем возможность ждать на местах. Бывает и 3-4 часа мы ждем. То есть кто-то что-то не подвез, кто-то что-то не довез, или фамилия не совпадает, или что-то в этом роде. Тогда приходится принимать решение прямо на месте. Это тоже такой процесс. Он уже нервный. Потому что и они у нас под прицелом, и мы у них тоже самое под прицелом. Если что-то пойдет не так, то там многие просто лечат. То есть мы можем просто погибнуть. Было ли такое, что приезжаете, а что-то не сопало, как-то не пошло, развернулись и... Нет, в моей группе такого не было, но я знаю, что такое было. Бывает, и такие примеры бывают. То есть в моей группе такого не было. То есть как бы все проходило так, как нужно было проходить. Я так понимаю, что это такой процесс, который не поддается какой-либо схеме. То есть это настолько все тонко, необходимо разбираться немного и психологии, насколько я понимаю. Вот как подбирается вообще ваша группа для организации этого процесса? Смотрите, группа подбирается в основном из волонтеров. Волонтеры это те люди, которые уже на каком-то этапе этим вопросом уже занимались. То есть они знают немножко психологию людей, они желают, самое главное, работать. И самое главное, они рискуют. То есть вот такое вот что-то такое рискованные парни а-ля 90-е. То есть как бы идти под пули, переходить там линию фронта, это всегда очень опасно. Но в то же время это должны быть те люди, которые действительно умеют разговаривать. На любой неудобный вопрос он должен ответить так. Даже если придется разговаривать по фене, то это нужно сделать. Потому что не всегда психологические трюки могут пройти. Если ты не сыграешь а-ля 90-е, по какой-то такой ответить им, то или наоборот, сгладить ситуацию, сказав что-то такое, что им ближе к слуху. То есть подбор идет вот примерно вот в таком. Ну и естественно, это девчата, которые очень тактично, даже если их посылают, они очень тактично в телефонном режиме выдерживают все это и тактично отвечают. То есть как бы давайте перенесем переговоры на завтра или на послезавтра, потому что если что-то будет неправильно подсказано, то мы будем иметь проблемы. Можете сейчас поделиться какой-то оперативной информацией об обмене пленными? То есть сколько человек там намечается, допустим, сейчас идут переговоры об обмене? Такого количества? Значит, совсем недавно, так называемая ДНР, они отказались отдавать военнопленных. То есть, ну, я думаю, что это связано с какой-то несостыковкой при обмене, потому что очень много задержек было, и на данный период времени очень тяжело идет переговорный процесс с ДНР. С ЛНР, так называемый, там немножко попроще, потому что это немножко другая контора, они отвечают там за свой участок работы. И сейчас ведутся переговоры, мы должны забрать. Сегодня даже были забрать 42 человека, но есть определенная проблема, как ни странно. Город Славянск даже в ней тоже поучаствовал, потому что центр наш находится в исполкоме нашего городского совета. Мы на протяжении двух месяцев там находились. И нам предупреждали это помещение товарища Самсоновка, который там был секретарем городского совета. Сейчас это должен занимать товарищ Придворов. Так вот, Придворов, в принципе, подставил под удар людей, которых мы сегодня хотели обменять. Там был координационный центр и координировалась группа обмена. Вот, и сегодня, я не знаю, что это были за люди, говорят, что это Харьков-2, вот, вытолкали наших людей, вот, из этого помещения. Я попытался с Придворовым поговорить о том, что, в принципе, по большому счету, то, что он делает, он подставляет под удар жизни людей. Потому что бывали такие вопросы, когда сделка срывается, их могут просто расстрелять. Ну, не всех, но одного-два для того, чтобы, если на нашей стороне находятся важные им люди, они думают, что мы юлим. И поэтому они нам показывают, насколько они серьезны. То есть, по большому счету, скажем так, невинным каким-то телодвижением, ну, по его мнению, лишив кабинета просто и координации этого движения, у нас сегодня сорвалась сделка. Мы сейчас будем уже опять, мы переносим на завтра, но уже я слышу в телефонном, в переговорных процессах, что очень сложно это все идет у нас. Очень-очень туго, непонятно, потому что я не могу объяснить, что мы не смогли скоординировать и не видеть свои списки, потому что нас вынались из кабинета, и мы очень долго искали интернет, и мы опоздали по времени. И тут как раз-таки, вот, это тот первый из моментов, когда у нас сделка сорвалась. Не по вине нашей, а по вине, как ни странно, людей, которые представляют власть. Хорошо, скажите, а сколько человек у вас принимает участие в этой группе, в организации процесса переговоров по обмене плен? Смотрите, в моей группе переговорщиков два. То есть, они находятся в разных местах. То есть, один в Одессе, второй в Днепропетровске. То есть, далеко. А всю техническую часть выполняю здесь я. То есть, это те переговорщики, которые ведут переговоры с террористами и боевиками с других территорий. Ну, во-первых, их телефоны отслеживаются. Если они здесь будут очень близи, то они тоже рискуют. То есть, что-то пойдет не так, значит, первые будут искать их. За мной техническая часть – это прийти в красную зону, перейти линию фронта для того, чтобы можно было на каком-то этапе забрать людей оттуда. Есть информация у вас о том, сколько человек сейчас наших военных находится в плену террористам? Ну, всегда разнится, цифры всегда разнятся. Ну, я точно вам скажу, что они вдвое больше. Я слышал, что там разговор идет о 500 человеках. Вот я предполагаю, что больше тысячи. Еще тех живых, которые находятся там. А почему так разнятся цифры? Почему есть официальная информация, там, допустим, 500 человек, да, как вы заявляете, а на самом деле тысяча, говорить, что в два раза больше. Смотрите, то есть, как бы, по профилю моей работы мне приходится общаться с людьми, которые, командиры батальонов. Они точно знают, что их люди где-то пропали без вести. В плену ли они или погибли, они не знают. Вот. Вот. Когда мы получаем списки от боевиков, мы видим, они их считают убитыми, а они оказываются в плену. То есть, они показывают, что они 200-е у них, а на самом деле они находятся в плену. Вот. Это первый момент, когда есть несовпадение докладов. То есть, пропал без вести – это другой список, абсолютно. В нем около 2,5 тысяч людей. То есть, ну, вероятнее всего, мы будем иметь их погибшими, может быть. Может быть, они все-таки где-то находятся в плену. Это первый момент. Второй момент. А ведь есть и люди, которые не попали в плен. Они бегают, так называемые, мы их называем кукурузники. Они бегают по кукурузам, почему-то. Чаще всего они прячутся еще в полях. Кто-то прибивается к каким-то нашим патриотам в оккупационных районах и живет где-то у них. Их нет в списках пленных. Они в списках, ну, как бы, без вести пропавших, получается. Вот. Но, тем не менее, мы знаем, если он не погиб, значит, он где-то находится. Есть такие, ну, прямо скажем так, и дезертиры, которые перешли, и мы их больше, может, никогда не увидим. То есть, как бы, мы не можем этот вопрос контролировать. Но в тех списках, которые выдают нам ДНР на обмен, там всего фигурирует вот около 500 человек. Смотрите, а если вот сравнить в процентном соотношении, кого больше, кто больше попадает в плен к нам, к украинским военным? Это российские войска или же это вот те, которые местные, да, взяли оружие, там, за деньги или идейные, там, кого-то обманули? Вот кого больше? Ну, по большей части, конечно, ополченцам. Но, чтобы вы понимали, если брать за 100% украинские или россияне попадают, то есть я сначала такую социологию проведу, то где-то около 15% это все-таки местные жители, а процентов, там, 85% это действительно российские. Из этих 85% где-то процентов 20-25% это действительно кадровые, военные, которые воюют сейчас на стороне ДНР или за ДНР или против Украины, как это будет правильно называться. То есть, по большому счету, это действительно те люди, которые, ну, профессионально владеют какими-то навыками. И они реже попадают в плен. Но, тем не менее, они все-таки попадают, потому что за определенное время мы уже научились вести военные действия, диверсионно-разведительные группы их, уничтожать, брать их в плен. Скажите, а в каком обычно состоянии возвращаются наши военные? То есть, я имею в виду, издеваются ли над ними? Да, в основном бывают разные. Действительно, издеваются, бывают очень жестко, мощно, но бывают и те, которые просто обмануты. Мы их забираем оттуда, и за 40-50 дней пребывания в плену, они вообще их, не знаю, что с их сознанием делается. Они уверены, все, что им показывается по телевизору, а их заставляют свиниться перед телевизором, показывать зверства всякие, там, украинской армии, правосектора, там, и тогда они находятся в морально-психическом поддаленном состоянии, и верят России, и приходят, и нас еще обвиняют в том, что мы делаем. То есть, вот такие есть. А пытки тоже самое бывают. В основном, это пытки бывают в первые 3-4 дня, когда к ним попадают в плен добровольческие батальоны МВД, территориалы, вот, или же там, ну, правый сектор, который, скажем, воюет независимо от этих всех ведомств. Вот, там они зверствуют однозначно, и мы даже прострелят ноги уже раненым, пытаются добить, там, пугать. Вот, потом на каком-то этапе это все происходит, но тем не менее, раны, которые наносятся даже морально-психологически и физически, они все-таки у людей остаются. Это очень сложно. Вот, они все в морально-психологическом поддаленном состоянии. Хотя есть и люди, которые уже, там, работают на них, там, копают, там, ямы, их заставляют об этом делать. Они немножко отвлекаются. Им, когда мы их забираем, они более-менее в таком состоянии, что можно адекватно рассуждают и говорят, и не верят тому, что... Спасибо, Олег, за интересную информацию с фронта. Это был Олег Котенко. Он принимает участие в группе по организации процессов переговоров по обмене пленными. Медиамайдан дальше продолжается. Берем небольшую паузу, во время которой вы сможете посмотреть интересный материал моих коллег. Ну, а после этого снова встречаемся в студии с новыми гостями. Напомню, что наш проект выходит исключительно только благодаря вам. О том, как вы можете финансово поддержать его, узнаете на сайте громадзьке ДНЮА.